Микс Ньюс Итак, морское побережье Латвии, 500 километров у нас протяженность морского побережья Латвии примерно, да, где-то? Да, так и есть. Да, и вот недавно состоялась дискуссия, и там как раз говорили о том, что у нашего побережья, наших вод очень высокий, но сейчас еще пока такой неосвоенный экономический потенциал. Речь идет вот как раз таки об экономическом потенциале. Анда, вот что послужило причиной этой дискуссии? Это неоцененность этого потенциала или какие-то другие причины? Ну, вообще причина это был проект Балтийского региона, программы Балтийского региона, где сотрудничает Рижский регион планирования и мы, Институт гидроэкологии. И просто в этом проекте есть и речь о том, как развиваются регионы около Балтийского моря, те, у которых есть эта прибережная зона. Ну, и тогда мы смотрели, например, как там стратегии есть у Германии, есть стратегии у Финляндии, и у Польши есть, у польского региона есть стратегии, как развивать прибережье. Ну, у нас нету ничего, не написали. Ну, да. И поэтому мы просто, ну так, это было так, как вдохновение, и уже в начале самого проекта уже Рижский регион, и так и думал, что им надо разработать стратегии, как дальше развивать прибережную зону, и как добыть еще пользу и экономическую, и не только, потому что экономика ведет с собой социальный аспект, люди остаются жить. И поэтому мы в рамках проекта, да, целое лето дискуссий, но я там мало участвовала при организации, но все началось с этим проектом. И да, и я думаю, что получился неплохой разговор. А вот эта стратегия, о которой вы говорите, она разработана до какого года там у тех стран, которые вы называли в частности? В общем, на сколько лет разрабатывается стратегия? Ну, я думаю, больше, чаще всего разрабатывается где-то на 6 лет, ну, я думаю, не больше. Это такая краткосрочная, да, или среднесрочная? Это называется уже среднесрочная, да, да, да. Потому что быстро ведь меняются теперь и технологии, и транспорт, и население, и просто, ну так. Все эти факторы, они тоже учитываются? Да, конечно, конечно, без этих никак. Если вообще говорить про экономические выгоды от организации прибрежной зоны, какие могут быть? В нашем понятии это там организовать пляж можно на берегу, порт, какие направления, что это может быть? У нас уже есть, да, довольно много, мы просто должны вспоминать, что у нас уже есть и пляжи, и порта, и что еще? И рыболовство. И просто это развивать немножко по-другому, немножко покруче, скажем так, и соответствует тем, так, соответствует, скажем так, и тенденциям мира. Если пляж у нас есть, хорошо, что мы можем делать на пляже? Лечь, смотреть в солнце, не смотреть в солнце. Но мы можем и прогулять. Если мы сделаем прекрасный променад из дерева, не из бетона, но с пунктами, где можно, может быть, взять велосипед поехать, или где-то по-другому попасть. Просто использовать то, что есть, и еще дополнительную ценность, так сказать, прибавить к тому, что у нас есть. Порта. Теперь только, ну, грузы, и практически нет туристического транспорта, как только у Риги, да. Есть порт Скулте, который тоже думает, что может привлечь и яхты, и, может быть, какие-нибудь другие лодки и корабли для пассажирского транспорта. Есть у нас порт, хорошо. Если мы хочем заниматься научным исследованием, тогда нам тоже нужен порт. Если мы что-то хочем море исследовать, нам тоже надо откуда-то выйти с кораблем или с лодкой. Ну да, какой-то порт, причал, что-то такое. Да, конечно. Тогда мы тоже можем думать, это все визия, это не стратегии, это просто мечты. И порт как место, где, например, развивать бассейн с морской водой, где мы можем делать дополнительные расследования, когда время плохое и мы не можем выйти в море. Ну, например, так, порт еще с чем-то другим связан, где сразу появляются новые рабочие места, если там работают люди, им надо покушать. Есть уже маленькое кафе, где покушать, ну, и так далее. Если вообще на стратегию посмотреть, бывает, что там вы сказали, что есть мечта и есть реальная стратегия. Там это делится, мечты там тоже есть какие-то, которые, ну, вот очень хочется, мы их вписали для того, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к ним, но понимаем, что вот в полном объеме мы не достигнем. Знаете как, у всех стратегий есть визии, да, это то, что мы поставляем как мечту. Хотелось бы, да, хотелось бы. И тогда мы смотрим в этой стратегии и в плане, как мы будем, что мы будем делать, как достичь эту, как приближаться к этой визии, как, возможно, ближе. Ну, скажем так, это время, которое относится к стратегии, скажем, в это время 6 лет. Если о практике говорить, это все-таки там очень большое количество самоуправлений и местных властей, с которыми надо как-то договариваться. Вы не можете взять вот здесь вот красивый, правильный кусок пляжа, да, там хорошая прибрежная зона, с которой мы можем что-то делать. Надо договориться там с этим, с этим, с этим. Насколько легко или тяжело это будет сделать или уже происходит? Это уже происходит, потому что прибрежные самоуправления сами очень заинтересованы, чтобы что-то развивалось, чтобы пляж развивался, чтобы люди приезжали, чтобы люди остались, чтобы люди работали. Так что с самоуправлением там не будет проблем. И в Рижском регионе они сотрудничают и работают вместе, как возможно. Так что я думаю, что там все хорошо. Что еще, с чем еще надо справиться, это, ну, может быть, не надо так говорить, потому что я сама из этой сферы, что мы охраняем природу. Все нормально, но мы должны понять, что мы должны найти компромисс. Между экономическим развитием и здоровым образом жизни. Да, да, и с охранением природы, да, конечно. Конечно, компромисс ищется в раз... Ну, то есть, по сути дела, я тоже хотела спросить как раз об этом. Если мы мечтаем, и наша визия в том, чтобы мы бурно экономически развивались, ну, это так действительно, да, и чтобы люди и возвращались, и не уезжали. И в то же время мы не хотим терять вот ту среду, действительно, приятную, здоровую, очень привлекательную, которая сейчас существует. И мы не хотим лишаться вот этих возможностей дышать свежим воздухом на море и так далее. Как это все собираются упаковать специалисты в одно такое? Ну, я думаю, что это все совместимо. Если мы, скажем, выбираем, так сказать, например, порта, как точки, где что-то развивается, да, но не в полном вытяжении и в полном дистанции пляжа, что... Но не на всей протяженности пляжа, да? Да, конечно, да, протяженность пляжа не надо все, да, почему? Просто эти места, где что-то развивается, должны быть соединены с инфраструктурой и транспортом. И я думаю, что в этом ответ. И охранять, охраняемые территории мы должны, но мы можем их как-то сделать более доступными, так, мудро доступными. Не то, что все пошли там и сразу потапали, и ой, ужас. Как попало, да. Как попало, но давайте вот здесь будет дорожка, мы можем там пройтись, посмотреть. Есть плакат, есть планшет, нажимаем, посмотрим, что там находится, что мы можем там увидеть. Я просто думаю, что там надо организовать, и тогда будет нормально. То есть, может быть, ощущение каких-то диких пляжей, которые у нас сейчас есть, которые, с одной стороны, дикие, с другой стороны, ты там 10 метров прошел, и уже есть туалет, и какая-то тропинка к ним может сохраниться. Да, я думаю, ну вот это будет и правильное решение, что да, дико, но в то время мы не должны жить совсем дико. Мы можем найти и место, где все нормально, цивилизировано, но, да, ограничено, для ограниченного числа людей. Ну вот вы сами директор Латвийского института гидроэкологии. Я напомню, что у нас в гостях Анда Иковнеце. Вот что касается не побережья, а уже самих вод непосредственно, как, что будет развиваться в отношении именно вод и их обитателей, что интересно тоже, потому что нужно же сохранить и водную экологию тоже. Сохранить надо, но, что я могу сказать, мы не можем забыть, что мы уже что-то для Марья плохого сделали, скажем так. Да, не можем. Что оставить все как есть, это не будет самый лучший бизнес. Поэтому мы думаем и предлагаем тоже в программе мероприятий, что предназначается для сохранения или улучшения качества воды морских выращивания моллюсков двусторчатых, предлагая им субстрат, где осесть. Не так, что где-то привезти и забросить воду, чтобы росли, но у моллюсков есть такая стадия жизни, когда они плывут и потом оседают. Ну вот, если есть где им осесть, тогда они оседают. Тогда сели, живут и, что самое главное, фильтруют воду. Так что очищают от всех всяких частиц, которые в воде. Ну, понимаете, это самое натуральное ощущение воды и никаких других, так сказать, интервенций не нужно, как только предлагать субстрат, который тоже... Но они у нас живут, в принципе, моллюски? Конечно, конечно, да. Моллюски есть, но я теперь не хочу сказать неправду, но вида 4-5 в море живут. И вы сказали, их надо завозить, потому что... Нет, 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 не надо завозить. Я говорю, что ничего не надо делать, просто предлагать им где осесть. Как это сделать? Как это сделать, да. Мы предлагаем веревки. Называем их фермой. Это система веревок, которые укрепляются якорями, чтобы они стояли как вертикально в воде, в одной тоще. Теперь у нас есть, это не в Рижском заливе и не в территории Рижского региона, но около Павелосты, есть экспериментальная моллюсковая ферма, система веревок в глубине где-то с 5 до 10 метров под водой, чтобы, ну, так, не видно. И чтобы волны не так сильно действовали, это тоже проблема. Ну вот, и есть там система веревок, ну, и ждаем. А как они крепятся? Они якорем крепятся, да, на расстоянии друг от друга каком? Я знаю, что все... Часто они так или достаточно редко? Нет, ну, это будто как сеть, ну. Как сеть. Да, есть веревки так параллельно, хоризонтальные, и с них висят вертикальные, да, и тогда те укреплены. Да, интересно получается. А они не мешают там передвигаться или там запрещено в этой зоне там... Ну, мы поставили там бою тоже, чтобы... Запрещено, да, там купаться и передвигаться на каких-то плавательных средствах тоже, да? Понимаете, это несколько километров от берега, там никто не купается к такими закладами. Да, да, конечно, это все уже заявлено, что там есть как место, где что-то находится в воде, что, пожалуйста, не едьте там сразу. Ну, да. А наши моллюски, они пищу непригодны? Они те самые, которые растут около датских прибрежей, и которые их, да, используют. Это те самые мидии, о которых мы теперь говорим, только у нас они не растут такими большими. Просто у нас соленость воды поменьше, и они не могут так... Маленькие мидии, да. Можно есть все равно. Ну, есть их можно. Они же собирают в себя всякую гадость, вы говорите. Ну, вот эта гадость, это то, что мы там достали в море. И можно потом есть, да? Нет, мы вообще не обсуждаем этот вопрос еды для людей. Ну, понятно, но я имею в виду, что вдруг кто-то задумается. Ну, это зависит от качества воды. Просто я теперь не хочу сказать, вот так правильно, так нет, потому что все это начато довольно недавно, и мы просто хотим достать результаты нормальные и тогда о чем-то судить. Но в Аланских островах около Финляндии, там они занимаются этим делом уже довольно давно, и там, да, в ресторанах предлагаются аланские мидии, пожалуйста, 20 сантиметров, ну, немножко больше, 5 или 4 сантиметра, но не хотите, не кушайте. Прямо такое безоркотное производство получается. Нет, ну, у них вода там нормальная, качество все время мониторивается, чтобы не было там никаких... Серьезных загрязнений, да? Звоните нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях директор и ведущий исследователь Латвийского института гидроэкологии Андаика Унец. Мы говорим сегодня о латвийском побережье морском, о том, как его развивать, и в то же время сохранять вот эту здоровую среду, которая у нас уже есть, и которую мы еще до конца люди не испортили. Побережье у нас ведь тоже разное, как сказали, Рейский залив, и вот уже море со стороны там, где Лепа, Павелост и то побережье. Насколько они отличаются сейчас? Наверное, больше все-таки район залива более благоустроен. Вы думаете, в смысле инфраструктуры? Да. Ну да, конечно, потому что Курзенские прибрежья там, как мы знаем, в советское время это была запрещенная зона. Ну да, там всякие военные объекты, границы. Ну, раз отличаются они больше по естественным причинам. Как я говорила, уже соленость около морского прибрежья повыше, заливы пониже. Но когда есть ветра, тогда, конечно, там волны побольше и заливы пониже. Это тоже влияет на то, что мы можем делать в море, скажем, для этих самых моллюсковых ферм. Потому что волны – это, да, энергия воды – это точно проблема. Но зато волны, я знаю, пару лет назад была в Лепо, и там какое-то невероятное количество было людей, любящих экстремальные морские виды спорта, которых там было. Мне показалось, что я где-то не в Латвии нахожусь, потому что там такое побережье, такие волны, и люди на досках, и вообще ощущение, что ты где-то находишься не в Латвии. Это тоже возможность развития прибрежья, да, потенциал, потому что людям нравится использовать, и если надо ехать на Канадийских островах, ну, можно оставаться в Латвии, то же самое, ловить волну. Да, но вот в теме дискуссии «Умное развитие побережья», как оно изменится в ближайшие 10-20 лет? То есть это то, что мы можем увидеть все в нашем обозримом будущем, там действительно серьезные можно провести изменения, вот 10-20 лет, это небольшой срок такой. Ну да, на что мы ориентируемся? Мы уже знаем по морской среде, что во время 10 лет такие очень замечательные или такие очень хорошие результаты, чтобы все стало сразу лучше, невозможно сделать. Так что я думаю, что и количество денег и ресурсов не будет настолько, чтобы сделать сразу все на ух. Но постепенно, я думаю, что мы должны к этому идти. Не будет сразу все хорошо, ну, не бывает так. Люди же те самые, нам те самым надо работать и думать, что возможно сделать. Просто если будет это сотрудничество продолжаться между прибрежных самоправительств, тогда я тоже думаю, что там можно много сделать и столько. Но это должны быть силы и ресурсы только государства и самоуправления, или там возможно привлечение и предпринимателей каких-то, которые хотят, может быть, как-то земли арендовать или что-то как-то их использовать? Да, я думаю, что этим тоже самоуправительством будем заниматься, что будет и возможно для предпринимателей. Потому что без предпринимателей ничего не будет. Но невозможно и государству, и самому правительству все сделать. И даже не должно так быть. Ну, самоуправительство и государство должны дать и управлять, может быть, инфраструктурой, чтобы соединить, скажем, эти места, где возможно заниматься предпринимательством. Тоже это самое главное. Если про прибрежную зону вообще говорить, насколько она меняется. Я вот была на днях в Лиласты, и там прям заметно по сравнению с летом пляж прям вот очень сузился. Такая тонкая-тонкая линия. Может быть, из-за того, что там буря и ветер в последнее время, да. Но это же не навсегда, так же не останется. Как происходит? Не смоет. Там через 20 лет, может быть, там уровень моря поднимется, и уже не актуально будет там ни дорожки, ни кафе, ни что-то. Ой, ой. Вот расскажите, как это будет выглядеть. Но я думаю, что на 20 лет это не так изменится. И в Балтийском море еще то дело, что море у нас новое, молодое. Еще до конца не так... Не сформировалось? Да, не сформировалось. И еще продолжает меняться. И около Дании и Германии будто земля оседает. Земля оседает. И в северной части, где Финляндия, Эстония, мы немножко поднимаемся. Так что уровень моря все время у нас... Ну, или остается то же самое, или немножко даже поднижается. Вот как. То есть поднимается земля? Да. Ну, и вода тогда будет пониже, если земля... Да, немножко это несколько миллиметров в год, два или что-то подобное. Недавно вот мы говорили тоже здесь в эфире с учеными о глобальном потеплении, о том, что все-таки это очевидный процесс уже такой, достаточный для многих. И многие страны должны приспосабливаться, все страны должны к этому приспосабливаться и какое-то такое взаимное действие производить для того, чтобы и экономику подстроить под это. И вы тоже, ну, как ученые, наблюдаете эти процессы. И вот со своей стороны, какие могут быть рекомендации тоже? Ну, это... Да, конечно, то, что вы сказали, что должны соглашаться на какое-то сотрудничество и совместное действие. Вот это сотрудничество между странами, я думаю, это вопрос вообще довольно трудный. А на конференции обсуждалась вот эта проблема, затрагивалась вот тоже это глобальное потепление каким-то образом в контексте того, что делать с побережьем? Знаете, нет. Я почему спрашиваю, потому что тоже говорили о том, что повышается повышение уровня воды, может быть, да, и так далее. Но ведь это тоже как бы должно влиять каким-то образом на экономику в том числе. Ну да, я про мировую экономику наверняка не буду теперь. Конечно. И как я рассказывала про уровень воды в Балтийском море, это немножко тоже другая ситуация, да. И то, что мы ожидаем в Балтийском регионе или, ну, скажем так, в Северной Европе, это будет наверняка потепление в зимнее время. Ну, не будет таких очень... Жёстких морозов. Да, да. И более экстремальных ситуаций во время года и лета. Так скажем, мы уже видели, когда дождь, тогда очень сильный, очень долгий, и да, ну, там потом есть проблемы. Ну, вообще вот это потепление, оно каким-то образом влияет на экологическую ситуацию в море? Ну да, я вам теперь рассказываю, что если не будет зим, тогда тоже меняется состав видов. На обитателей, да, на лору-фауну. Да, да, потому что, да, есть. В Балтийском море так уже есть чужие виды. Да, вот несколько лет назад, как говорилось, о бычках, там, рыбах, да, которые заплыли к нам. Вот, в этом году, по-моему, там, ну, это про Далгову шла речь, там, про крабов, что-то. Есть у нас и крабы, и бычки, да. А ещё кто появился? Пираньи ещё не заплыли? Ну, вот, может быть, если потепление будет, настолько, можно и по пираньи. Нет, ну, шучу, у пираньи тоже другой состав воды нужен, не то, что у нас. Слава Богу. Да, да. Но потепление будет, я думаю, что больше влиять то, что у нас, какие теперь сезоны года, что не будет таких строго высказанных рубеж между сезонами. Ну да, то есть всё сглаживается примерно осень всё время, да? Ну, не очень-то приятно, скажем, осень июня. Приятно, конечно. Но при этом климатологи нам рассказывали, что это такие, ну, вот это потепление, оно отличается также и вот как раз-таки резкими колебаниями температур, краткосрочными, но резкими. То есть это периоды жары большой, ну, кстати, вот, не назвать краткосрочным, да, это лето. Вот, и вот сильные морозы тоже, да. Что мы зимой, в общем-то, тоже наблюдали, была зима и холодная, и снежная. Ну, как это влияет? Ну, вот то, что нам не нравится, это цветение воды. Да, водорослей больше было этом летом. Замечено, да? Да, да, ну, точно за то, что было очень тёплое и спокойное время. А что в этом плохого, ну, цветение воды, что это? Слишком много биомассы в воде. И просто тогда экосистема не справляется очисткой, и поднижается уровень кислорода в глубоких слоях. Да, и около грунта. И это влияет на кого? Умирают, погибают, да? Ну, да. Ну, прям какие-то массовые были случаи или всё-таки единичные в общем? То есть, не в таком смысле, но вы тоже наверняка знаете, что есть иногда такие, да, тексты, что Балтийское море умирает, и что Балтийское море, эти мёртвые зоны. Ну, вот, если слишком много биомассы в воде, тогда эти мёртвые зоны, тогда у них есть так тенденция, да, увеличиваться. А такие действительно есть у нас, да, мёртвые зоны? Ну, у нас-то поменьше, но в Балтийском море есть. В Балтийском море, но не у берегов Латвии, да? Это не у берегов, это уже побольше, подальше от берега у нас есть тоже Готландская впадина в нашей территории, и там это образуется, эти мёртвые зоны. Из-за уровня кислорода, из-за таких каких-то вещей? Да, да, да. А как на это можно влиять человеку? Мы, кстати, мы довольно много уже сделали, я должна сказать, в Латвии, потому что это очистные сооружения, когда появились после, так интенсивно, после 90-х годов, это точно очень хорошо влияло на экосистему. У нас не стало хуже, скажем так. Ну, что, ещё мы уже, ещё мы не знаем, как много наша практика в лесоводстве влияет на состояние морской воды. Что имеется в виду? Почему лесоводство оно влияет? И так же, как мы работаем на полях и работаем в лесу, тогда… Сельскохозяйственные работы, да? Да, да, то же самое. Из почвы вымываются вещества, удобрения, и натуральные, и ненатуральные, и всё… И всё попадает в море. И позже попадает в море, да. И про сельскохозяйство нам более-менее известно, как это происходит, и что там ещё можно делать, но про лесоводство ещё не так хорошо известно. Там какой-то другой процесс? Нет, нам ещё не удалось оценить масштаб, да, и концентрации. Но вы чувствуете, что влияние есть? Ну, нам… Мы так подозревали. Мы хотели над этим работать побольше, да. А вообще для вашей сферы кто опаснее? Сама природа, какие-то климатические изменения или всё-таки человек? Всё-таки человек, да. Всё-таки человек, потому что это всегда идёт в комбинации с климатическими условиями. И хорошо, а климатическими мы не можем так, может быть, повлиять. Ну, могли бы, если не эмиссионные газы, да, эти… Да, CODV. Да, это как раз. Но, конечно, люди сделали довольно много уже для того, чтобы волноваться. Надевайте наушники, у нас звонки есть. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Хорошо. Если позволите, вот вернусь ещё раз к Балтийскому морю, я всегда удивлялся, почему у нас море такое мелкое. То есть, оно… Вы сказали, что оно ещё в стадии формирования, да. Вот заходишь, да, вот первые 100 метров воды по колено, или это только Рижский залив? Спасибо. Ну, это будет у Рижского залива такая, да, мелководье. Специфически прибреждаемая. Да. А сколько у нас, мы вот пытались обсудить и посчитать, сколько у нас вот эти мель, первая, вторая, третья, четвёртая, вроде до четвёртой доходили. Или они меняются из года в год, или это постоянное? Ну, это и ответ разовесит, какое направление, так что… Можно снять наушники. Да, хорошо. Не так постоянно, это будет… Один год у вас будет трёх мелководьев, и другой год четыре, так что это не так постоянно. А вообще вот эта почва под водой, она меняется, насколько сильно там горы, там же тоже своё вот это вот… Нет, не такие горы, такие горы, там состав грунта не меняется, это песок и всё. Да, я имею в виду, что там возвышенности, впадины. Ну, да, но это на очень маленьком масштабе, это не так значительно меняется. Ну, вот эта организация Хелком, которая базируется в Хельсинки, это международная комиссия по защите Балтийской морской среды, мы же туда тоже, естественно, входим, и как бы в своё время тоже проводились разные такие мероприятия общие. А вот сейчас вот что такое самое главное на повестке стоит? Там то птиц пересчитывали, я помню, да, которые на морском побережье. Ну, и птиц надо пересчитывать иногда, но Хельком, я думаю, что так и работает, на то, что страны вокруг Балтийского моря должны сотрудничать, что должны вкладывать и ресурсы, и время на это сотрудничество. Ну, на своей сфере я знаю то, что не только у Хелькомовских стран, но у всех европейских, европейско-союзных стран теперь приходится оценить, какая есть вода, не вода, а морская среда на 2018 год, и потом дать, да, репорт Евросоюза. Ну, они же наблюдали, да, качество, то есть загрязнённость, загрязнение вот этого морского. Да, конечно, у всех стран есть мониторинг моря, и у Латвии. А где вот самые чистые, возле какой страны самые чистые? Ну, знаете, то, что шведы и финны говорят, что у них. А что никто не верит? А что у них моллюсков много. Ну, в Северной Финляндии и в Северной Швеции, знаете, там не трудно достать чистую воду. Холодно. Да, и мало людей живут, да, и нету никакого… Сразу и климат способствует, и человеческий фактор, да? Да, и хозяйственного действия там нет, ну, так там не так трудно. Ну, а из тех, у кого там, допустим, активно развивается экономика вот эта приморская, кто всё-таки вот в передовиках? Ну, трудной вопрос задали вообще, потому что мы думаем, что у нас тоже, может быть, не так уж плохо, но поскольку мы не можем собрать достаточный объём данных, тогда мы в Хелькомовских, да, этих репортах выглядим хуже, чем другие. А в этих отчётах фигурируют те данные, которые сама страна собрала? Да, конечно, никто… Нет такой международной комиссии, которая… Никто другой не собирает. Сама страна ответственна за свою среду, и свою морскую среду, и за свой мониторинг. Ну, а как же тогда какая-то объективность, возможно, там страна, допустим, не как-то нечётко собрала? Ну, все должны следить одним методом, использовать те же самые методы собрания и обработки данных. То есть нет такого, что кто-то может там где-то что-то, свои показатели завысить чуть-чуть? Ой, ну, знаете, если мы учёные, тогда это совсем против нашей этики. Но учёные всегда как-то конкурируют с предпринимателями, то есть предприниматели хотят развивать, вот даже с той же рыбой, например, да, те предприниматели хотят увеличить квоты, например, а учёные запрещают. До сих пор идут такие между учёными и предпринимателями, ну, как бы, споры? Да, 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 я понимаю. Ну, как, у учёных одно задание, чтобы вылов рыбы был возможен не только в этом году, но и в следующем, и после 10 лет. Поэтому, да, рыболовство очень интенсивное в Балтийском море, нет другого выхода, как регламентировать это, как дать эти квоты. Ну, иначе, ну, да, будет два года улов, ой, какой хороший, а потом и не будет рыбы. А почему у нас тогда на рынке вся рыба норвежская и прочее? Потому что у нас выгоднее дать на экспорт, я так понимаю. Чем продавать здесь. Ну, и, соответственно, закупать тоже. А почему у нас цвет воды такой? Наверное, уже под конец я не могу не задать, потому что это же часто говорят, вроде чистая вода, но цвет у неё не самый приятный, наверное, для людей, которые где-то были в каких-то морях и океанах с прозрачной водой. Ну, да, такая сыроватая. Ну, не будет другого цвета. А почему? Почему это зависит? Потому что у нас очень много рек впадает в Рижские заливы, они просто с собой несут такие вещества, которые даёт этот жёлтистый, коричнево-жёлтистый цвет. Ну, не будет, но прозрачность – это важно. Не настолько, как цвет воды. Прозрачность. Да, прозрачность. А вода у нас прозрачная. Если прозрачная, тогда всё хорошо. Следите за состоянием воды, уважаемые слушатели. Спасибо. У нас в гостях была Анда Иковна, ЕЦИ-директор и ведущий исследователь Латвийского института гидроэкологии.